Вы смотрите телеканал A1. В эфире программа FUNBOX. Единственный проект об экстриме на российском телевидении. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. С нами Диджей Панда и мы будем сегодня ставить прекрасную музыку в программе FUNBOX. Также я хочу сообщить, что мы с Диджей Гормоном наконец запустили теплое ламповое радио, которое называется radiobasics.ru, где все вы можете насладиться прекрасной музыкой по волнам нашей памяти. А сейчас FUNBOX. Смотрите сегодня в программе FUNBOX. Если вы вдруг загрустили на пляжи и на вас не смотрят девочки, вам поможет скеймборд. Презентация мегарампы в Цюрихе. 32 тысячи человек стали свидетелями уникального шоу. А также наш большой сюжет о людях, которые хотят сделать мегаполис немного ярче. Я хочу просто оставить свое имя на поездах, на транспорте. Участник известной команды БТК раскрасит одну из стен города. Будь в теме, смотри FUNBOX. Всем привет! Очень часто в этой жизни простой фан перерастает во что-то большее. Скеймбординг поначалу был простым увлечением для кучки людей, но спустя годы превратился в целую индустрию. Скользить по мокрому песку на пляже стали почти в каждой стране. Скеймбординг зародился уже почти 90 лет назад в Солнечной Калифорнии, в местечке под названием Лагуна Бич. Изначально это было развлечение местных жителей. Они брали тонкие доски и скользили на ней по мелководью. В 70-х скеймбординг стал значительно популярней. После того, как двое фанатов этого увлечения, Тэнкс Хэнкс и Питер Приетто начали производство собственных досок. С тех пор это занятие стало популярным по всему миру. Океан или море, кстати, не обязательны. Кататься можно и в искусственно созданных местах, как это сделали жители Украины этим летом, устроив крупные соревнования. Техника катания довольно проста. После того, как развивается нужная скорость, под доской образуется водный клин, который с легкостью ее двигает. Что касается трюков, то они схожи со скейтбордингом. В основном это всевозможные шоуты. Хотя в интернете мы нашли пару попыток на кикфлип. И даже на верил кикфлип. Также в скеймбординге присутствует и джиппинг. Для этого строят специальные боксы, по которым и проходят скольжение. Но самое приятное кататься на скеймборде где-нибудь у океана. Где светит солнышко, прибойно шептывает мотив любимой песенки, а ветер обдувает лицо. Все-таки не дураки живут в Калифорнии. Постоянно что-нибудь интересное придумывают. И сегодня у нас в гостях золотой голос украинской фанки-регги-группы. Андрей Сан, группа «Сансей». Андрей «Запорожец» стал известен после музыкального проекта «Пятница». Но в 2007 году начал заниматься творчеством самостоятельно и создал группу «Сансей», с которой успешно выступает и по сей день. Во время записи программы Андрей Сан находился в туре и в Москве был проездом. Но все равно согласился заглянуть к нам в гости. Паныч, заводи музыку. Андрей, прошу к нам. Привет. Здорово. Раз, что пришел. Спасибо тебе огромное. Нет, твоя сторона там. Это твоя, это моя сторона. Да, да, да. У нас все у нас в Ираке. Так, хочешь, чтобы я не перепутал сейчас. Это моя? Еще раз, еще раз. Это твоя. Ну? Все, все, я понял. Все, понял. Ну, скажи, в Москве у нас уже осень наступила. Скучаешь по солнышку-то? Я так смотрю, ты такой солнечный прям человек. Да, я из Питера приехал. Там все в порядке. Там дождь льет. Солнышко нужно нам, солнышко нам, да, вот. Панды подсказывают, что солнышко в головах. Где-то в его дредах запах, наверное. Скажи, а на Украине ты давно был? Да уже недели три не был. Я даже не знаю. Да я почему не скучаю? Мне всегда интересно быть в каком-то новом месте. Я нахожусь там, где я нахожусь, и в принципе, мне везде хорошо. Собственно, человек мира получается тогда. Дом-то где? Мой дом здесь. Ну, скажи, а вообще экстрим, что для тебя значит это слово? Занимался ли сам экстримом и вообще экстремальный человек по жизни? Все относительно. Я прыгал с резинкой, я хочу прыгнуть с парашютом, я не боюсь высоты, но... С резинкой. С резинкой. С резинкой. Ничего, ничего. Ну, так, да, так безопаснее намного с резинкой. Слушай, все знают. Вот. Но я многие вещи и не делал, в принципе. То есть я немножко катался на скейте, но это было в подростковом со всем возрасте давным-давно. И очень, совсем чуть-чуть, честно говоря, без вот этого слуха. Ну, я понял. То есть я иногда наблюдаю за тем, как люди это делают, и просто, с одной стороны, жутковато страшно, с другой стороны, интересно. И я, в общем, дружу с ребятами такими безбашенными часто, потому что они достаточно свободные люди, и они не боятся многих вещей. И это приятно всегда, когда люди не боятся. Но, знаешь, когда это заходит за рамки, скажем, когда это реально очень опасно, я очень дорожу своей жизнью. Я на многие вещи бы не решился, признаюсь честно. Что-то у нас режиссер молчит. У меня мои пять копеек, ты когда стоишь? Нет, у меня мои пять копеек, только кто круче, Украина или Россия? Китай. Опа. Нет, я думаю, надо стопорнуться, сейчас посмотреть, сюжетиться и вернем сюжет. Сюжетиться. Минуточку. Привет, меня зовут Леха, а это значит, что вы будете смотреть пять самых крутых видосов. И сегодня свой выбор я остановил на воде. Пятое место. Хе, конечно, я отдал трейсерам. Да вы просто посмотрите, ну невозможно с такой высоты прыгнуть. Они прыгают. Я заикнулся про высоту. Простите, ребят, я тут нашел одну VHS-кассетку. Знаете, отморозков и тогда было, хоть отбавляй. Пожалуйста, эстеты, подвитесь к экрану. Ну, значит, любители красоты, вытянутых ног. На третьем месте у нас, конечно, клифдайвинг, тройные винты, сальто, ну и просто изумительные тела. И на втором месте нашего водного хит-парада я возвращаю вас в лето. Ребята разгоняются на резинке и херачат. Никакого отношения к спорту. Просто крутое озеро. Ребята из прошлого видео услышали меня, сказали, что нам нужен спорт. Пошли, сели на BMX и жахнуть в то же озеро. Первое место. Прыжки в воду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С вами был Леха Не пытайтесь повторять это вами Дамы и господа, телеканал Иван представляет Программа Фанбокс Как так, нормально? А дальше у нас в программе Солнечный Андрей и не менее солнечный Человек по имени Диджей Панда Программа Фанбокс продолжается Андрей, скажи, я вот залез в интернет Перед тем, как с тобой встретиться И не нашел особо много информации О твоей биографии Ты небольшой любитель фотосессий Каких-то интервью Я не занимаюсь своей биографией Я просто живу и иногда даю какие-то интервью Периодические, иногда не даю А что там в интернете, что кто говорит Я не отслеживаю Мне, в принципе, не очень это интересно Также еще переслушал твое личное творчество Как вы позиционируете? Какую музыку вы играете? Я так понимаю, у вас есть и фанк, и реги Ты знаешь, мы играем музыку Интересно попробовать и это, и это Как-то просочетать одно с другим Но сейчас, я знаю, я очень увлечен музыкой 60-х И я, в принципе, еще дальше копаю Еще раньше и раньше Мне интересны корни любой музыки Что-то там находишь? К тому же, в общем-то, и фольклорная музыка Меня стала интересовать в последнее время В общем, в разных странах Ну, ты ее как бы берешь и, получается, модернизируешь Я просто слушаю, воспринимаю, а потом делаю что-то, может быть, даже совсем другое Просто можно вдохновиться чем-то и что-то строить на основе чего-то Но делать то же самое смысла нет А чаще всего о вас говорят, как о каком стиле? Ну, это тебе лучше знать Я не прошел то все дело Я говорю, я все плохо подготовился Я готовился, я до пяти утра сидел Скажи, а вот экстремальный вид спорта Вот как ты считаешь, ваша музыка под какой подойдет больше? Скейтборд? Ты знаешь, вот мы вот в следующем году поедем, может, поиграем там на The Games Посмотрим, что кому понравится Ну, а по твоим ощущениям? Ты знаешь, у нас сейчас вот альбом выйдет Там будут элементы такой немножко африканской музыки, скажем, ближе Такая смесь афробита даже с украинским каким-то фольклором Очень интересные такие замесы Вот, и будет много такого, знаешь, ну, вот около сол Ну, все с грубами, как бы Ну, как бы будет музыка немножко ретро такой окраски, может быть, слегка Хотя записана она по-современному Я не знаю, сказать, что это закос однозначный Ну, как бы, и насколько это просочетается с, вот, именно с экстримом Мне сложно судить, правда Мне кажется, что ребята, которые любят экстрим, они слушают немножко потяжелее А смотри, а вот когда ты экспериментируешь, ты не боишься, там, потерять своего слушателя или же, там, например, остаться непонятым? Я уже не боюсь, правда То есть ты уже прошел этот период? Честно, потому что я убедился в том, что два раза в своей жизни уже, что когда человек делает что-то от души, это всегда находит отклик Количество людей может быть очень разное, заработки могут быть очень разные, но это всегда находит отклик Поэтому имеет смысл делать то, что чувствуешь, в любом случае А на кого ты ориентируешься? Не на кого То есть у тебя вот, вот, какая-то все равно же публика есть, вот ты же представляешь, каждый же человек, который что-то создает Он представляет, что вот там такой-то парень возьмет, включит там научники Твой слушатель, он какой? Открытые люди Любые? Любые Шоу небывалых размахов прошло в Цюрихе Там карнавали гигантскую рампу На церемонию собрались почти все представители экстремальных видов спорта В Цюрихе состоялась презентация самой большой мега-рампы на территории Европы 32 тысячи человек пришли посмотреть на уникальные соревнования Сноубордеры, лыжники, бимиксеры, скейтеры и мотофристайлеры со всего земного шара приводили толпу в оргазм своими трюками На соревнования приехали такие звезды, как скейтер Боб Бёрнквист, мотофристайлер Дэнни Торрес, сноубордер Сеппе Смит и многие другие Офигенное мероприятие! Я в диком восторге! Место просто удивительное! Построить такие огромные рампы прямо на берегу озера и собрать всех вместе — это отличная идея! Я уверен, эти соревнования будут расти с каждым годом Круче всех на этих соревнованиях выглядели лыжники и сноубордеры Их рампа была самой высокой Да и вообще такой огромный трамплин в городе, к тому же ранней осенью, не часто увидишь На этом трамплине больше всего аплодисментов сорвал местный лыжник Элиос Эмбул, который выполнил вращение на 1440 градусов О, блин, это было довольно-таки стрёмно Я делаю этот трюк не так часто, но здесь я просто не мог не продемонстрировать его Очень теперь хочу посмотреть, как это выглядит на видео Глядя на такие соревнования, в очередной раз убеждаешься, что экстремальные виды спорта уже не уступают классическим Хотя бы по количеству зрителей 32 тысячи человек собирает далеко не каждый футбольный матч Программа «Фанбокс» продолжается и рядом с нами солнечный человек Андрей Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что сейчас самое сложное для русских и украинских артистов такого плана, как ты? Вообще, сейчас ситуация в мире сильно поменялась Каких-то свежих идей, допустим, даже с запада не слышно Поэтому самое время нам здесь что-нибудь сделать такое, что будет интересно там, к примеру Если мы будем опираться на какие-то корни свои, я не говорю о том, что все должны ходить в национальной одежде Я далек от этих всех вещей, когда что-либо довязывается, скажем, какая-то национальная гордость или что-то Я не об этом совсем Я говорю об осознании человека, когда человек чувствует, кто он есть на самом деле И только такой человек способен сделать что-то свежее, интересное И это будет везде интересно, потому что сейчас очень мало настоящего Очень много причудливых форм, желания удивить кого-то И очень мало искренних, настоящих, пережитых вещей То есть для себя главная проблема, это как раз то, что люди не выражают Это не есть проблема А если говорить о проблемах? Ну, знаешь, например, вот рэперы к нам часто приходят, они говорят Блин, чувак, там сложно найти студию, там, я не знаю То есть вот такие какие-то насущие Я скажу так, если идея достойна воплощения, она воплощается Для этого не нужно ничего особенного Можно дома все накропать на компе Здесь взять у кого-нибудь микрофон и записать Если у тебя есть классная идея, ты можешь ее реализовать всегда Всегда в мире так было и будет Людям дается возможность на реализацию идеи Если идея недостойна реализации, у людей всегда есть куча отмазок Чтобы оправдать свою лень или непоследовательность Чтобы не доделать что-то и сказать, у меня не получилось, просто судьба так сложилась Мы сами делаем свою судьбу, как бы, и тот, кто хочет, он добивается и идет дальше Слушай, а как ты считаешь, что будет вообще, как будет развиваться живая музыка в дальнейшем? Потому что, например, вот сейчас электронная музыка, да, она действительно там с каждым, с развитием технологий, компьютеров, да, там все больше и больше появляется там каких-то примочек, звуков вот этих, а там гитара, да, вот как она там была, там сто лет назад гитара, так она и есть, там, вот гитара Будет ли какое-то изменение именно живой музыки? Ты знаешь, вообще в мире очень много, очень разных людей Поэтому, естественно, что будет локально, что-то обязательно бурлить и развиваться Любая музыка, мне кажется Электронная музыка для большинства людей, возможно, именно этот современный, мощный, грубый саунд, он там интересен Мне, например, наоборот, хочется делать что-то более такое, скажем, скорее ближе к старой музыке, потому что я хочу максимально естественно имя оставить инструменты, которые я записал В альбоме не звучит ни одного сэмпла, все, что мы сделали, все сыграно людьми, вот, причем очень разными и очень интересными Я хотел бы именно вот в этом направлении двигаться Я интересуюсь электронной музыкой, она мне нравится тоже, я очень люблю Fly Lotus, как бы и вот много чего, в принципе, интересного Мне кажется, что глобально все будет деградировать, но всегда будут люди, которые будут творить что-то искреннее, экспериментировать, искать Найдет ли это отклик в сердцах там огромного количества людей, пофиг на самом деле Главное, что все равно все настоящее, оно как бы будет существовать Мы продолжим еще через минуточку Здорово! Подошло время нашего большого сюжета в программе Funbox И сегодня мы с вами поговорим об искусстве И сейчас я хочу познакомить вас с парнем, которого зовут Дерри Он участник, можно сказать, легендарной московской граффити-команды, которая называет себя БТК Московский метрополитен их точно ненавидит Ну что, двигаемся навстречу Люди, рисующие на стенах домов, есть в каждом городе Кто-то делает это хорошо, а кто-то не очень В нашем сюжете мы не будем пытаться вас удивить, не будем читать вам лекцию о том, что такое граффити И уж точно не будем говорить, хорошо это или плохо Мы просто познакомим вас с человеком, который очень сильно любит рисовать А точнее оставлять свои следы на стенах мегаполиса Знакомьтесь, Александр, 25 лет Выплескивает свое творчество на стены города с конца 90-х Участник московской команды БТК Сейчас заканчивает университет, факультет управления персоналом Раскрашивает город примерно два раза в неделю Еще заранее мы попросили Дерри продемонстрировать себя в деле Для этого мы едем в один из магазинов краски, который расположен в очень живописном месте, неподалеку от Курского вокзала Граффитчики не самые медийные персонажи, поэтому при подходе к магазину нас просят выключить камеру Убери камеру Здорово, парень Еще я за красителем, еще новая какая-то краска появилась, да? Кобра Кобра Давайте вот зелененький вот этот, один белый Покеда Рисовать мы поехали на одну из легальных стен в районе ВДНХ Дерри, именно так называет себя наш герой Начал увлекаться граффити еще в 90-х Сначала был брейкданс, а дальше, сами знаете, хип-хоп-культура забирает с головой Сначала просто Тегл ходил, вот, из Тегл весь район, меня все уже знали, вот У меня нет художественного образования, то есть все, что я умею, это я сам Потом команда появилась у меня, вот, команда называется БТК В свое время эти три буквы можно было увидеть в каждом районе Москвы И думаю, многие из вас помнят работы этой команды, но вряд ли кто-то задумывался, как же это расшифровывается Бабки, тряпки, компромат, бюро технического контроля Баста тайм-калор Я любитель бомбинга, да, то есть какого-то такого экстремального действия в труднодоступных местах Троллейбусы, трамваи Если брать бомбинг, то это идет как несогласие, как бунт именно Сегодня Дерри заканчивает университет Часто, как и большинство других граффитчиков, выполняет какие-то коммерческие заказы Но все равно, каждый выходной берет в руки баллон и оставляет свои следы на теле города Я хочу просто оставить свое имя на стенах этого города, на поездах, на транспорте Прошлое Дерри вспоминает с улыбкой, говоря, что такого уже не будет Были люди более открытые, более независимые, может быть, от каких-то материальных ресурсов Вот, то есть было искусство, был хип-хоп, как бы Это круто, потому что такого уже никогда не будет Вот, то есть это наша юность, как бы, мы взрослели Лично от себя замечу, что сегодня и правда граффити на троллейбусах, электричках и трамваях стало не так много Либо быстро смывают, либо вообще рисовать стали меньше А может быть, сегодня граффити уже не так бросается в глаза, как в конце 90-х Ведь тогда это было что-то новое, что-то удивительное А сегодня цветной картинкой на стене уже сложно кого-то удивить Вы смотрите программу Фанбокс Рядом с нами по-прежнему Сан и по-прежнему за вертушками Диджей Панда Скажи, пожалуйста, что происходит сейчас в вашей жизни гастроли? Ты сказал, что приехал из Питера Ну, мы были, да, мы играли несколько концертов в Прибалтике В Питере мы играли квартирник как раз, да, в Москве был концерт большой Ну, мы, в общем, поездили по Прибалтике, скажем А альбом? Альбом, да, альбом доделан Альбом вот сегодня мне должны выслать уже отмастеренную версию альбома И он, в принципе, готов Значит, грядет презентация Да, ребята И это будет 28-го в Москве, 29-го в Питере, октября И я так понял, что ты пришел не один, с тобой еще... Подожди, подожди, у меня один вопрос А вообще, ты выступаешь на корпоративах, честно? Да, почему нет? А что там, не люди, что ли? Не-не-не, ну, есть же, знаешь, такая позиция, типа А вот я на корпоративе... Ну, соответственно, это предложение Он просто зовет, его не зовут на корпоративу Он камера, он камера Да, честно говоря, группа Сенсей приглашали на корпоратив, пока, по-моему, только один раз Поэтому могу сказать, что да, выступаем Ну, как-то пока так вот Ну, никаких проблем с этим, я не вижу вообще Просто люди... Я же хочу, чтобы ты обратился к олигархам, вот в ту камеру Это у нас... Мы помогаем молодым, молодым артистам Спасибо, спасибо вам огромное Что б мы без вас сделали, ребята? Конечно Спасибо Глеб, ну давай Не будет, да, обращения никакого? Обращения не будет Не будет обращения, все, не покатило Ты пришел не один с похожим человеком Да? И вы, да Визуально вы похожи Я так понимаю, что вы нам что-то исполните Что? А что вы хотите слышать? Мы музыку хотим послушать Хорошую музыку, да? Музыку, да Может быть, заказ какой-нибудь Мы же тут про корпоративу Какая музыка вам больше нравится? Я почему-то под гитару Я просто... Под гитарку? У меня мечта Я никогда не умел играть на гитаре Но всегда хотел научиться Поэтому для меня все, что играется на гитаре Я смотрю вот с завистью, на самом деле, с некой на этих людей Поэтому, как я уже увижу у человека гитару Я уже хочу его слышать Глеб, начинай плакать Музыка Музыка Свит Все навколо есть Буду меня Та й буде далі Хто не визнає себе Засинає на вокзалі Ви чу вай Ви чу вай Що я втопі Ви чу вай Щоб на коло не було Ло-ло-ло-ло Ви чу вай Ви чу вай Що є в тобі Бо мене завжди Живемо Оооооу На 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 Мы, мы меняем, сяем у моего зори неба. Я все, все ради нинь, ничьо більше не треба. А, 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 а. Вичуай, Вичуай, шо есть то бе. Да-да-да-да. Вичуай, шо поколе не блог. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Вичуай, Вичуай, шо есть то бе. Бо мне завжди живем. Ло-ло-ло-ло, о-ло-ло-ло. На-на-на-на-на. Субтитры сделал DimaTorzok